Уважаемые коллеги, мы продолжаем. И во второй части у нас тоже множество интересных докладов. И я рад представить вам Андрея Владимировича Ельчининова, который расскажет нам о регенерации печени. Пожалуйста. Спасибо большое за представление. Это уже третья для меня школа. Спасибо большое за возможность выступить. Всегда интересно выступать в аудитории вашей. Наша лаборатория занимается несколькими темами, мягко говоря, несколькими, множеством тем. Но одна из моделей, которой мы занимаемся постоянно, которую, в общем, курирую я, это регенерация печени. И сегодня, в общем, представлю такой некий обзор о проблеме регенерации печени у млекопитающих. Значит, на самом деле регенерация печени привлекает множество ученых, исследователей по многим причинам. Мало того, что заболевания печени довольно широко распространены у населения различных стран, так и еще проблема разработки новых методов лечения этих заболеваний всегда актуальна. С другой стороны, сама модель регенерации печени очень привлекательна и для цитологов, и для биохимиков. Ну, это связано прежде всего с тем, что печень выполняет множество функций метаболических. Поэтому, в общем, всегда на ней, в общем, удобно и интересно всякие процессы изучать. Собственно, для моделирования восстановительных процессов печени предложено множество моделей. Самые распространенные и самые простые – это, конечно, хирургические модели. Это самые распространенные классические – это резекция того или иного объема паренхемы печени, перевязка сосудов, перевязка общего печеночного протока. Не менее распространенные это являются токсические, так называемые токсические модели. Это введение различных гепатотропных веществ токсических. Ну, самое распространенное – это цехлор-4 и протестамол. И введение протестамола. Дело в том, что чем удобны эти модели? Если использовать эти вещества, то можно смоделировать как острое повреждение печени, так и хроническое. При остром повреждении мы увидим те или иные некротические изменения в печени. При хроническом введении этих токсических веществ мы увидим разрастание тенительной ткани в печени. Ну, фактически это так называемые модели фиброза или в конечном итоге даже цирроза печени. Но, как я сказал, что одними из самых распространенных моделей является резекция печени. Она чем так полюбилась исследователям? Дело в том, что печень у лабораторных животных, у мышей, крыс, кроликов, даже свиней, она имеет так называемое выраженное строение с выраженными долями. Если у человека доли, в общем так, примерно, можно по поверхности печени расчертить, то у этих животных доли ярко выражены. При этом вот эти вот доли, они являются постоянными, поэтому если мы будем удалять постоянный набор тех или иных долей, мы всегда можем постоянно удалять 70, 80, даже 90% процентов паренхимы печени. Кроме того, эти модели чем удобны? Не нужно никаких дополнительных токсических веществ, которые токсическими являются не только для лабораторных животных, но и для их самих экспериментаторов. То есть не нужно никаких дополнительных трат и так далее. Поэтому проще всего, в общем-то, резецировать. Модель регенерации печени после резекции, она, в общем, раньше, уже давно рассматривается, как некий упрощенный модель репаративного процесса. Почему? Потому что, если взять классические модели регенерации, такие как восстановление хвоста у тритона, лапы у хвостатых земноводных, плавника у рыбы, то при хорошем стечении обстоятельств, как правило, восстанавливается исходная форма. После резекции тех или иных долей никакая форма исходная не восстанавливается, но при этом восстанавливается исходная масса. Поэтому это некий упрощенный репаративный процесс. Однако он в себе, в общем-то, скрывает и содержит всех самые важные аспекты любой регенерации. Таким образом, после резекции предполагают, в общем, так оно и есть, что масса печени восстанавливается за счет пролиферации всех клеточных типов, которые остались в неудаленных долях печени. Первыми в пролиферацию вступают гепатоциты. Вот мы видим здесь делящийся гепатоцит. Дальше вступают чуть позже холомгиоциты. Ну и далее следуют клетки Купфера. В данном случае вот макрофаги здесь выявлены с помощью маркера CD68. Ну и также вступает эндотелий. Конечным итогом всех вот этих вот событий, связанных с пролиферацией тех или иных клеток, является восстановление исходной массы. Ну, в общем, такой парадокс наблюдается. Вне зависимости, сколько мы процентов печени удаляем, регенерация заканчивается в пределах 10-14 суток. То есть, видимо, объем резекции сказывается на скорости пролиферации, поэтому если мы мало удалим, она очень медленно, эта скорость пролиферации, и она приведет к завершению репаративного процесса к 14-м суткам. Если мы много удалим, то пролиферация, наоборот, очень активная, и все равно мы финализируем где-то к 14-м суткам. Как правило, если взять, ну, большинство статей руководств вот такого известного американского исследователя регенерации Брюса Карлсона, хоть она, это его руководство довольно давно вышло, но, в общем-то, не особенно что поменялось в плане, как описывают регенерацию в большинстве статьях. Печень, как правило, рассматривают вот по принципу вещь в себе. То есть все, что нужно для регенерации печени, есть у самой печени. И что же нужно для регенерации? Посмотрите, после того, как удаляется большой объем печени, мы хорошо знаем, что через печень проходит практически вся кровь, которая оттекает от кишечника. Это нужно, прежде всего, для того, чтобы утилизировать эндотоксин, так называемый липополисахарид бактериальной стенки. И когда уменьшается количество паренхимы, уровень эндотоксина в крови резко повышается, что приводит к активизации макрофагов, клеток Купфера в печени. Они, в свою очередь, выделяют интерлекин-6 и ТНФ-альфа, который приводит к тому, что гепатоциты, которые большую часть своей жизни находятся в так называемом G0-периоде, методического цикла, становятся чувствительными к факторам роста, прежде всего, к HGF, и они вступают в методический цикл. Но, опять-таки, под действием факторов, выделяемых клетками Купфера, клетки ИТО, так называемые звездчатые клетки печени, начинают выделять те самые факторы роста, влияющие на гепатоциты. Ну и гепатоциты проходят одно или несколько делений в ходе методического цикла. Количество делений, сколько они проходят, зависит от объема резецированной печени. Чем больше мы резецируем, тем чаще они будут проходить через методический цикл. Ну, если взять объем резекции 70, то считается, что каждый гепатоцит из оставшихся 30% массы где-то один-два раза обязательно поделится. То есть, таким образом, что же происходит после того, как масса печени восстанавливается к 14-10 где-то суткам? Поскольку уровень эндотоксина начинает падать в крови, возвращается к исходным значениям, клетки Купфера и клетки ИТО из активированного состояния возвращаются в так называемое покоящееся состояние. И после того, как это наблюдается, после пика синтеза HGF наблюдается пик синтеза так называемого TGF-бета, который является блокатором методического цикла и, собственно, гепатоцитов прежде всего. Ну, и в конечном итоге они опять выходят в G0, и регенерация, по большому счету, прекращается. Таким образом, если не брать липополисахарид, эндотоксин, все, что нужно для регенерации печени, есть в самой печени, как я уже сказал. Ну, здесь вот представлена такая суммирующая схема, на которую показана так называемая клеточная кооперация, что кто выделяет. Ну, я бы сказал, клетки Купфера – это в основном ТНФ-альфа, интерлекин-6, звездчатые клетки – это TGF-бета, HGF, ну, и эндотолиоциты тоже синтезируют сходный набор цитокинов. Значит, но… Я тоже показывал картинку уже в прошлые разы. Сейчас посмотрим, что там впереди. Значит, но, как вы понимаете, не все так просто. Дело в том, что вот здесь показано, что участвуют только клетки Купфера, которые находятся в самой печени, то есть так называемые резидентные макрофаги. Если немножко, так сказать, отвлечься от самой печени, мы знаем так называемую теорию монокулярных фагоцитов. Эту теорию впервые предложил Илья Мечников, собственно, за нее ему и дали Нобелевскую премию вместе с Эрлихом. Но в конечном итоге более современный вариант этой фагоцитарной теории в общем был предложен в 70-х годах прошлого века Ральфом фан Вюртом. Ее постулаты всем хорошо известны. Мы точно знаем, что моноциты созревают в красном костном мозге, они циркулируют в периферической крови, и мигрируют в ткани, где возникают какие-то воспалительные или повреждающие процессы, и там дифференцируются в макрофаге. Ну и здесь, в общем-то, суммирующий такой слайд представлен, в общем-то, классический такой слайд. Но в течение времени стало понятно, что эта гипотеза не совсем верна. Есть целая группа макрофагов, которые совершенно не зависят от кровотворения в красном костном мозге. Это прежде всего микроглия, это клетки Лангерганса, эпидермиса, и, конечно же, клетки Купфера. Они, в общем-то, тоже практически не зависят от костномозгового кровотворения. То есть фактически это самоподдерживающаяся клеточная популяция. Но здесь представлены, в общем-то, эти статьи, которые показали, что резидентные макрофаги многих органов не зависят от кровотворения в красном костном мозге, а развиваются из предшественников, которые возникли на самых ранних этапах кровотворения в стенке желточного мешка, ну или чуть позже, там же, в стенке желточного мешка. И существуют органы, в которых есть только резидентные макрофаги, это опять-таки я уже сказал, что это ЦНС и эпидермис, а есть органы, в которых преимущественно только макрофаги эмбрионального происхождения печень, а есть органы, в которых постепенно эти макрофаги эмбрионального происхождения замещаются циркулирующими моноцитами. Ну и возникает несколько вопросов, почему так происходит, почему в каких-то органах эти макрофаги замещаются циркулирующими моноцитами, а в каких-то не замещаются. Ну, имеется несколько гипотез, объясняющих это явление, но так или иначе, несмотря на то, что эти гипотезы постулируют, что не имеет значения источник происхождения макрофагов, а имеет значение условия микроокружения, все-таки возникает вопрос, зачем же в те органы, в которых есть огромные собственные популяции макрофагов, таких как, например, ЦНС, с огромной популяцией микроглии печень, с огромной популяцией клетокупфера, при повреждении все равно продолжают мигрировать моноциты. И тут возник такой вопрос. Несмотря на то, что я сказал, что самая популярная модель регенерации печени, это после резекции, произошла какая-то дихотомия у исследователей. Те, кто хочет изучать некротические изменения, как восстанавливается после них печень, берут модели токсические. А те, кто изучают пролиферацию гипотоцитов, берут модели после резекции. И поэтому возник вопрос, действительно ли вот этот постулат, что в печени не рекрутируются моноциты, свойственен для обоих моделей. Ну, естественно, для модели повреждения печени токсическими веществами, но в данном случае в этой статье описывается повреждение печени протестамолом, действительно показано, что сначала огромное количество моноцитов, которые мигрируют в печень, превращаются в макрофаги. Но, как ни странно, они там не остаются и уходят оттуда. То есть здесь, опять-таки, из-под воль подтверждается та мысль, что явно у макрофагов разного происхождения имеются разные функции. Ну, поскольку вопрос о том, мигрируют ли в печень моноциты или макрофаги костно-мозгового происхождения после резекции очень остается дискутабельным, до сих пор выходят статьи, в которых это либо, скорее всего, отвергается, ну вот в нашей лаборатории мы проверили на классической модели резекция печени у мышей, после 70-процентную резекцию воспроизвели. Мы обнаружили, что после резекции в печени начинает нарастать количество так называемых ЛИ-6С плюс клеток. Ну, ЛИ-6С не совсем известен, зачем этот белок нужен макрофагам. Кто-то говорит, что это необходимый белок для созревания моноцитов, для их миграции. Ну, возможно, так оно и есть. Но считается, что это самый специфичный маркер на данный момент для моноцитов, макрофагов костно-мозгового происхождения. Ну, и таким образом нам показано, что даже после резекции печени, когда нет выраженных некротических изменений, нет выраженных, вот если на глаз посмотреть, срезы печени, выраженной инфильтрации ликоцитарной, мы все равно можем увидеть, что в печень мигрирует большое количество моноцитов. Что дальше с ними происходит? К сожалению, у нас методически наши способности ограничены были. В общем, мы не знаем точнее, что дальше с ними происходит. Можем предположить, что, как и показано в других моделях, что они, скорее всего, эти макрофаги выполняют какую-то функцию, а в дальнейшем случае либо элиминируются, либо дифференцируются в неотличимые от клеток Купфера макрофаги. Ну и главными вот этими стимулами, позволяющими моноцитам дифференцироваться в макрофаге, это являются, опять-таки, клетки ИТА, это эндотелиоциты, и считается, что этот процесс очень быстро происходит, макрофаги, мигрирующие, могут превращаться в клетки Купфера. Но, как я уже сказал, в большинстве статьях показано, что они все-таки погибают. Отсюда возникает вопрос, зачем же тогда они вообще мигрировали? Ну вот, как я сказал, что Ральф Ванфюрт, он сформулировал эту гипотезу о том, что моноцит, мигрируя в ткани, должен превратиться в макрофаг. На самом деле, в настоящее время это положение было, по большому счету, опровергнуто, не обязательно моноцит превращается в макрофаг. Но зачем же он все-таки туда мигрирует? Представляется сейчас, что это главный источник синтеза провоспалительных цитокинов, интерлекина 1-го, 6-го, ТНФ-альфа. Я вам говорил, что эти цитокины, по старым предположениям, синтезируются клетками Купфера. А сейчас можно предположить, что зачем нужна миграция моноцитов? Это чтобы как раз в печени возникло это большое количество провоспалительных цитокинов. Опять-таки, зачем? Чтобы побудить гипотоциты вступать в методический цикл. Ну и здесь вот как раз показано различные популяции, которые сейчас среди моноцитов выделяют. Выделяют так называемые классические и неклассические моноциты. Вот классические моноциты способны действительно при миграции в те или иные ткани превращаться в макрофаги. Они классические, считается, что они мигрируют в ткани, но не дифференцируются в макрофаге, а как раз являются главными источниками синтеза ТНФ-альфа и интерлекина 1-го. Таким образом, в этой схеме, где получается, что макрофаг клетка Купфера рассматривается только резидентный макрофаг, участвующий в регенерации, следовало дополнить, что на самом деле мигрирующие макрофаги выбрасывают большое количество провоспалительных цитокинов. Но если вообще рассматривать миграцию клеток как важный морфогенетический процесс, не только этот процесс важен для поддержания числа макрофагов в органе или для участия в процессах регенерации, показано, что для печени важна миграция не только этих клеток моноцитарного дифферона, но и, например, предшественников эндотелиоцитов. Считается, что эндотелиоциты печени являются клетками покоящимися также, но они все-таки способны к пролиферации. Однако, если наблюдать процесс регенерации, можно обнаружить, что имеется, так сказать, две волны увеличения численности эндотелиоцитов. И предполагается, что самая первая волна, это как происходит за счет того, что из красного костного мозга мигрирует некий предшественник эндотелиоцитов, который и восполняет, ну, в общем, потерю эндотелия во время резекции или какого-либо повреждения. Значит, ну, я прежде сказал о самых популярных моделях. На самом деле для печени применяют модель также ишемии и перфузии, то есть это пережатие сосудов печени с последующим восстановлением кровотока. По большому счету, какую бы мы модель ни взяли, регенерацию печени, любой повреждающий фактор преследует одну единственную цель – это удалить паранхематозные клетки. То есть, таким образом, это главный стимул для регенерации. Единственный вопрос, за счет какого механизма это удаление паранхематозных клеток происходит – за счет резекции или за счет гибели под действием токсических веществ, которые мы вводим искусственным образом, либо за счет слишком выраженного воспаления, которое приводит к некротическим изменениям среди гепатоцитов. Ну, вот таким вот характерным примером является как раз модель ишемии и перфузии, когда мы ничего такого токсического не вводим, однако мигрирующие нейтрофилы вызывают некротические изменения у гепатоцитов. Другой важный вопрос про регенерацию печени – это вопрос о том, мы привыкли, что во многих органах есть так называемые прогениторные клетки или малодифференцированные клетки. Ну, мы хорошо знаем кишечную крипту, там красный костный мозг, там слизистая желудка, но в печени этот вопрос до сих пор по большому счету остается спорным. Поэтому изначально, когда только начали активно изучать всякие молекулярные аспекты регенерации, было предложено две модели, так сказать, описывающие регенерацию печени. Это так называемая модель текущей, струящейся печени. О чем она говорит? О том, что в области портальных трактов, где желчные протоки находятся, имеются малодифференцированные клетки, которые могут восполнять потерю гепатоцитов и холонгиоцитов. И вторая модель, когда специальных малодифференцированных клеток в печени нету, а любая, собственно, клетка печени способна выходить из G0 периода и вступать в методический цикл. Но на самом деле в настоящее время эти модели, струящиеся или текущей печени, еще более, так сказать, разработали. И считается, что в перепортальных зонах есть не то, чтобы малодифференцированные клетки, а вообще между холонгиоцитами и гепатоцитами имеется некое равновесие, есть некий промежуточный этап, где наблюдаются клетки с промежуточным фенотипом. Таким образом, предполагается, что холонгиоциты могут быть источником формирования новых гепатоцитов. В каком случае? Когда пролиферация гепатоцитов заблокирована. И наоборот, если мы применяем яды, повреждающие токсические вещества, повреждающие холонгиоциты, то сами гепатоциты способны дифференцироваться в этом направлении. Но кто занимается культурой клеток гепатоцитов, хорошо знают, что гепатоциты являются очень капризными клетками в плане культивирования, но при подборе определенных условий они способны формировать так называемые доктуулярные структуры. То есть, в общем-то, предполагается, что вот такая модель верна. Но опять-таки вопрос о том, когда верна вот эта модель, а когда верна модель, когда не нужны малодифференцированные клетки. В настоящее время предполагают, что все зависит от природы повреждения и сложившейся ситуации. Если у гепатоцитов сохранен пролиферативный потенциал, если их количество достаточно после того или иного повреждения печени, то малодифференцированные клетки не применимают участие. Если наоборот, повреждение печени очень, так сказать, обширное, пролиферативный потенциал снижен, например, при хроническом вирусном повреждении печени, то, скорее всего, будут задействоваться малодифференцированные клетки. Другим характерным механизмом регенерации печени является полиплоидия. Вы знаете, что полиплоидия может существовать в нескольких вариантах. Там политенные хромосомы, увеличенное число хромосом, несколько ядер в клетке, но в печени наблюдается такой интересный момент. У них одновременно, у гепатоцитов, у популяции гепатоцитов одновременно присутствуют несколько видов, так, подвидов. Есть одноядерные полиплоидные клетки, а есть двуядерные гепатоциты, у которых каждое ядро содержит 2N набора хромосом. И долгое время было непонятно, какое взаимоотношение между этими двумя популяциями в печени присутствует. В настоящее время, но уже давно, показано, что на самом деле образование двухядерных гепатоцитов, а потом одноядерных полиплоидных гепатоцитов, это является, так сказать, этапами одного единого процесса полиплоидизации. Предполагается, что при повреждении печени гепатоциты, вступая в методический цикл, претерпевают, так сказать, разные методические циклы. Сначала методический цикл с нарушением цитокинеза, то есть получается двуядерная клетка, а следующий методический цикл уже с цитокинезом, получается одноядерная, но уже полиплоидная клетка. И фактически происходит, сначала образуется двуядерный, потом одноядерный, таким образом происходит постепенное увеличение плойности гепатоцитов. Но вообще зачем это полиплоидия? Конечно, всех давно учат о том, что полиплоидия – это способность скрывать, ну так, способ скрыть вредные мутации, которые возникли в геноме. Но на самом деле вопрос этот ставится под сомнение, правда ли для этого нужна полиплоидия. Считается, что некоторые вообще высказывают мнение, что полиплоидия – это такой защитный механизм от постоянного высокого уровня продукции свободных радикалов кислорода, которые в печени происходят. Поэтому, в общем, не обязательно это против конкретных мутаций, но, в общем, таким образом печень, наверное, все-таки как-то защищается. Ну, отсюда надо сказать, что, хоть и называют, что гепатоциты гипертрофируются во время регенерации, на самом деле это не настоящая гипертрофия. Гипертрофия – это такое увеличение размеров клетки, которое не сопровождается изменением числа хромосом. Истинная гипертрофия такова. Но если происходит полиплоидия, конечно, объем клетки увеличивается, но увеличивается и число N. Поэтому тут разграничивают эти вопросы. Ну, другой вопрос, который, в общем, я уже так или иначе сказал, это связь регенерации печени с другими органами. Я уже сказал, что в печень могут мигрировать предшественники макрофагов, моноциты, в печень могут мигрировать предшественники эндотелиоцитов. Но все равно по-прежнему регенерацию печени продолжают рассматривать вот так изолированно. Хотя периодически возникают статьи, которые показывают, что при резекции печени изменяется транскриптом огромного количества клеток и органов. Поэтому, в общем, одно из направлений в нашей лаборатории – это связь печени, регенерация печени с другими органами. Ну, и прежде всего, это, конечно, с селезенкой. Почему? Потому что есть непосредственная анатомическая связь, потому что портальная вена, которая вступает в ворота печени, она формируется в том числе из селезеночной вены. Поэтому имеется непосредственная, так сказать, связь через портальную вену. Обычно вот эту связь селезенкой рассматривают при цирротических, фиброзных повреждениях печени. Здесь замыкается так называемый патологический круг. Гибнущие гипотоциты, их продукты распада поступают в системную циркуляцию, достигают селезенки. Здесь активизируют селезеночные макрофаги, которые начинают продуцировать большой спектр цитокинов, которые поступают через портальную вену в печень, где опять-таки стимулируют процесс воспаления, гибели гипотоцитов. Ну и круг замыкается, замыкается. Поэтому в клинической практике у совсем тяжелых пациентов с циррозом печени, когда у них наблюдается так называемая сплена мегалея, увеличенная селезенка, а в связи с этим тромбоцитопения, то есть малое число тромбоцитов, эту селезенку иногда удаляют, чтобы разорвать этот круг. Это очень часто приводит к снижению выраженности цирротических фиброзных изменений, хотя это операция тяжелая, потому что с повреждением печени все пациенты страдают кровотечениями и так далее. Ну, другой момент связи селезенки с регенерацией печени. Селезенка рассматривается как, я бы сказал, что в печень могут мигрировать моноциты, но предполагается, что моноциты могут просто мигрировать из циркулирующей крови, но в настоящее время появилось все больше данных о том, что моноциты сначала депонируются в селезенке, а потом, если возникает какой-то процесс повреждения в разных органах, они из этого депо выбрасываются, и это показано прежде всего для модели инфаркта миокарда, это показано для ишемического инсульта головного мозга, ткантезионной травмы спинного мозга. Ну, и сначала казалось, что это вообще универсальный механизм, что все моноциты, которые попадают в очаг воспаления, повреждения, это все селезеночные моноциты. Но оказалось, что, например, при развитии опухоли, моноциты, которые инфильтрируют эту опухоль, это моноциты, которые напрямую поступают из красного костного мозга, не задерживаются в селезенке и сразу мигрируют в очаг опухолевой. Поэтому, собственно, мы как бы решили проверить, а происходит ли, вот мы уже установили, что печень после резекции мигрирует моноциты, или 6С плюс моноциты, мы решили проверить, как селезенка реагирует на резекцию печени. Но если посмотреть на распределение макрофагов, по разным маркерам, это классические маркеры изучения макрофагов, CD68, 163, 206, мы увидим, что в контроле, что у животных с резекцией печени, в общем-то, так называемая цитоархитектоника этих макрофагов, она не сильно меняется, но качественный состав меняется. Мы обнаружили, что после резекции в селезенке уменьшается число Л6С клеток, уменьшается число CD115 клеток. То есть это говорит о том, что в селезенке наблюдается обеднение вот этого моноцитарно-макрофагального пула. Вот в тех работах, в которых показано, что моноциты мигрируют в очаг инфаркта миокарда, инфаркта мозга, то же самое наблюдалось, что после этих повреждений в селезенке происходит обеднение вот этого пула. В общем, на основании этого мы сделали вывод, что, скорее всего, и после резекции печени в нее именно селезеночные моноциты мигрируют. Хотя эта работа еще не завершена, ну, некоторые этапы мы уже опубликовали, но работа продолжается. Но еще интересный момент мы изучали транскриптом селезенки после резекции печени. Обычно, когда рассматривают связь селезенки с печенью, изучают фактор интерлекин-6, 1, ТНФ-альфа или ТГФ-бета, которые стимулируют синтез межклеточного вещества. Но, как ни странно, мы обнаружили в селезенке повышение экспрессии так называемых... Ну, сначала это показали наш анализ транскриптома, ну, а потом мы подтвердили это с помощью ПЦР. Так называемая целая... повышалась экспрессия генов так называемых сериновых ингибиторов, сериновых протеаз. Это так называемые серпины, их очень большое количество, ну, и стефины так называемые. Действительно, индукция была очень большая, и отсюда, возможно, в чем роль селезенки. Учитывая, что именно на печень падает большая часть удаления липополисахарида из кровеносного русла, а когда печень резецирована, то этот липополисахарид некому удалять. Поэтому все макрофаги в организме переактивируются, и в том числе и в селезенке они переактивируются. Чтобы, так сказать, подавлять чрезмерное воспаление, возможно, что селезенка выбрасывает вот эти вот серпины. Это секреторные белки. Роль их в воспалении, в репаративных процессах только начинает изучаться. Вот показано, что у животных, у которых был нокаутирован ген серпина третьего, например, очаги инфаркта в головном мозге намного больше, чем у нормальных животных. Ну, мы надеемся продолжить изучать это в печени. Ну и самый сложный вопрос касаемо регенерации печени. Я уже сказал, что да, все очень просто. Мы удалили фрагмент печени, через 10 суток все восстановилось по масте. Но вопрос, кто ощущает, кто оценивает в организме, сколько мы процентов печени удалили. 10%, 20%, 30%, 70%. Ведь печень именно достраивает ровно столько, сколько мы удалили. Разные были, высказывались мнения. Ну, первое мнение было, что неким механосенсором является эндотелий, потому что показано, что после резекции печени, ведь портальный кровоток никуда не делся, на каждый эндотелиоцит удельно приходится больше объем, там, так называемый стресс-сдвига, как так называется. Поэтому считается, что это они ощущают вот эту вот активность кровотока, давление портальной крови. Другие исследователи обратили внимание на другой аспект. Хорошо знаем, что печень является главным местом разрушения порфиринового кольца, гемоглобина, который, в общем, поступает в печень из селезенки. Порфирин является очень токсическим веществом, и гепатоциты превращают его в билирубин. Значит, это все выделяется в... это самое, вместе с желчью выделяется в 12-перстную кишку. Но вместе с желчью выделяются так называемые желчные кислоты, которые, в общем, тоже входят в состав желчи. Но эти желчные кислоты не удаляют, ну, по большей части не удаляются с продуктами экскреции, а возвращаются по портальной кровотоку обратно в печень. Поэтому считается, что это является дополнительным механизмом, позволяющим оценивать гепатоциту, сколько на него приходится этих желчных кислот. Когда очень много желчных кислот, это так называемый, как это, ну, триггер, надо делиться и регенерировать. Когда удельный вес желчных кислот падает на каждый гепатоцит, ну, это говорит о том, что надо, в общем, выходить из методического цикла. Ну, эти, в общем, это довольно сложный процесс и сложные вещи. Некоторые не согласны с этим, потому что это хорошо все описывает регенерацию печени в постнатальном периоде, когда имеется и секреция желчи, и секреция желчных кислот. А что делать с размерами печени, когда она растет в пренатальном периоде? Вот когда-то там очень давно я удалял кусочек, фрагмент печени у плода, и она тоже регенерировала ровно столько, сколько я удалял. А там, конечно же, никакой секреции желчи речь не идет. Поэтому возможно, что есть какие-то еще дополнительные механизмы, которые позволяют оценивать объемы регенерирующей печени. Ну, порекламирую себя. Кому интересно, у меня вот есть такая книжка, она в свободном доступе на ResearchGate выложена. У меня с тобой несколько экземпляров, кому, если кто хочет, я могу подарить. Вот, спасибо большое. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Есть ли у нас вопросы? Так, у нас нету... Некому пока, некому давать микрофон. Некому давать микрофон. Да, можно девушке сначала, к Яру, чтобы... Вот, да. Да, здравствуйте, спасибо большое за лекцию. У меня как раз таки вопрос связан с тем, что если мы знаем, что какую-то ключевую роль играет в регенерации клетки, макрофаги, если мы, все знают про клеточную терапию, если мы вкорем дополнительно еще макрофагов мышку, это будет способствовать, насколько моноциты или любой парализации макрофаги, если мы добавим, насколько это влияет? Да. Дело в том, что на вот этих моделях токсических применялись такие подходы, что наблюдали, что есть два пика увеличения числа макрофагов в печени. Считается, что первый пик – это мигрирующие моноциты, а второй пик – это размножающиеся клетки Купфера. И вот если перед этими пиками вводить в живот так называемый кладронат, ну, это, например, беспосфонат для онкобольных назначают, он имеет тропность к макрофагам, он убивает эти макрофаги. Показалось, что без макрофагов не может, в общем, регенерация не прекращается, конечно, но она может очень замедляться. И вот, например, если заблокировать миграцию моноцитов, то после токсического повреждения в печени увеличивается площадь некрозов. То есть считается, что каким-то образом мигрирующие моноциты могут, видимо, удалять так называемый дебрис или блокировать миграцию нитрофилов и, в общем, сдерживать некоторое воспаление. То, что вы говорите, использовать как клеточную терапию, это вот в лаборатории у нас применяется, правда, на других моделях патологических процессов, тут какая сложность. Дело в том, что макрофаги — это очень пластичные клетки, и они очень быстро подстраиваются под микроокружение. Хотелось бы, конечно, ввести макрофаг с определенными свойствами, которые будут больше факторов роста, там, например, выделять. Но, попадая в микроокружение, он быстро перестраивается, такой конформист, понимаете? Поэтому с этим сложности есть. Либо надо очень много вводить макрофагов, либо делать их каким-то образом менее чувствительным к факторам микроокружения. Спасибо большое. Спасибо. У Василия Николаевича был вопрос. Я единственное прошу, чтобы мы держались регламентом, что короткий вопрос, короткий ответ. Хорошо, короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, Вы используете в качестве маркера клетки, ну, неважно, моноциты или иммуногисхимический маркер. А почему не использовать, как использовались в 70-е годы, в общем-то, маркер генетический, то есть химерные мыши? Разве с помощью химерных мышей нельзя было бы решить однозначно вопрос о том гематогенного или гислиогенного происхождения? Да, конечно, для этих целей есть специальные модели, у которых либо все клетки гемопоэтические в красном костном мозге несут GFP, либо только вообще моноцитарная линия несет GFP. Есть, но, к сожалению, добыть такую линию стоит, например, сейчас из Джексон-лаборатория стоит 2 миллиона рублей. Вы можете сделать просто. Вы можете взять, по сути, любую линию мышей с тем же самым бэкграундом, который есть у Вас, не обязательно GFP, а потом с помощью, допустим, зонда этого самого гибридизации ин-ситу посмотреть, ваши клетки несут этот измененный ген или нет? Да, мы не то чтобы с зондом, мы попробовали сейчас сделать это с лентивирусом, который несет флюоресцирующий белок. То есть вы хотите сказать, что таких опытов еще никто не делал? Ну, на модели резекции печени таких мало. Очень странно, потому что, если вспомнить даже опыты 70-х годов Ринштейна, когда еще, конечно, были хромосомные маркеры и прочее, как будто бы было доказано, что купферовая клетка – это клетка… И есть другие ферментные работы, в смысле с ферментными метками. Это первый момент. Второй момент, который хотел спросить, это насчет… Вы сказали, что клетки моноциты, их основная роль – это продукция ТНФ-альфа и интервентин 6-го. Предполагается. Да, что это нужно для регенерации печени, что это факторы, эти провоспалительные цитокины стимулируют регенерацию. Но у меня сразу вопрос, а что нельзя… Ну, вы сказали, что это спорно, предполагается. Разве нельзя поставить очень простой опыт? Клетки купфера довольно легко выделить из печени, добавить туда, собственно говоря, липолисахарид и оценить таким образом их способность превращаться в М1-макрофаги. Разве это не… Это у нас выполнена целая диссертация на эту тему. Действительно, они, как и любые макрофаги, способны продуцировать в ответ на ЛПС… В таком случае зачем моноциты? Но они намного менее чувствительные по сравнению с моноцитами. И транскрипционный анализ показал, что у моноцитов профайл вот этих той-лайк-рецепторов и всяких других рецепторов намного больше экспрессируется у моноцитов по сравнению с клетками купфера. У клеток купфера так называемый толерогенный иммунофенотип. Они, наоборот, не реагируют практически… Плохо реагируют на всякие вот эти факторы стимуляции. То есть продукция цитокинов у них, вы хотите сказать, много ниже, чем у моноцитов, да? Вероятно. Вы же оценили это. Ну, мы оценивали это ПЦРом, с секрецией посложнее получилось, но по ПЦР вроде так. А если в пересчете на массу печени? Ведь купфера намного больше. Намного больше, действительно. Поэтому вклад моноцитов может быть… Ну, возможно, здесь имеют какие-то вопросы паракринные регуляции. Мало того, что их много, они же рядом что-то там должны еще… Понятно. Еще вот какой момент. Вы сказали… Вот один элемент… Василий Николаевич, очень коротко, мы очень выбиваемся из регламента. У вас не прозвучали овал-селс, которые… Овал? Да. Я сказал, что сейчас считают, что у человека их нету… А это так и есть. Да. Их никогда не видели. Вот я сказал, что… А у мыши есть. Да, у мышки есть, но считают, что овал-селл – это производный холонгиоцитов, поэтому на место овал-селс пришла концепция так называемой этого фенотипического континуума между холонгиоцитами и гепатоцитами. Ну, я просто одну маленькую ремарку скажу, больше не буду. Дело в том, что много… Видя очень много регенерирующих и патологических в самых разных условиях печеней у самых разных животных, скажу такую штуку, которая несколько не согласуется с тем, что вы сказали, что вообще-то пролиферация недифференцированных клеток – это маркер, ну, скажем так, пролиферативной недостаточности гепатоцитов. То есть гепатоцитов обычно не хватает, поэтому вот они пролиферируют недифференцированные клетки, и они должны быть гепатоцитов. Но юмор заключается в том, что как раз при дезекциях и прочих вещах овал-селс, в общем-то, не размножаются активно. А вот где мы их действительно видим в большом количестве – это А, при действии канцерогенов, например, активаторов пролиферации, либо при каких-то фокальных явлениях, типа, например, мышь инфицированных геликобактером. Мы видим пролиферацию овал-селс. То есть, по-видимому, всё сложнее, чем просто не хватает пролиферативного... Ну, это возможно, как одно из объяснений. На самом деле, конечно, непонятно, почему когда-то включается один механизм, а когда-то другой. Понятно. Спасибо. Спасибо большое. Чё!